Деньги, денежки блестящие, мятые вы или хрустящие, старые вы или новые, все равно люблю вас, люблю вас я. Деньги, денежки блестящие, мятые вы или хрустящие, все равно люблю вас, люблю вас я. Как дела? Как настроение, девушки? отлично как вы относитесь к французам очень хорошо а чтобы они знаете особенно о французских мужчинах о том что они очень хорошие любовники хорошо готовят у них же очень много рестораторов мне кажется что путь к сердцу женщины лежит через желудок обычно к сердцу мужчины пусть лежит живу или ко мне ну что ж алима у тебя будет прекрасная возможность задать этот вопрос хорошо ли он готовит их и так ли он хорош других делах на которые ты намекаешь у самого настоящего француза конечно в гости идет не жанри но не жерарди бордье и не винсан кассель но самый истинный французский гражданин атташе по университетским делам посольства франции жиль момент жиль я знаю что вы являетесь представителем старейшего парижского университета сорбонна и налаживаете связи между казахстаном и франции мне очень интересно какой проект сейчас вы осуществляете да вы упомянули о сорбоне это очень важный проект и для франции и для казахстана это был открыт на на высшем уровне потому что он был открыт двумя президентами то есть это обязует и сейчас мы запускаем новый проект новый диплом двойной диплом по международному праву европейскому праву это будет диплом который даст возможность молодым казахстанцам обучаться во франции в стразбурге и в тулузе стразбург как вы знаете это город где сосредоточены все европейские институты самый главный европейский парламент совет европы и поэтому для нас очень важно развивать именно этот вектор международное право и европейское право для казахстана так и для франции и европы поэтому я горжусь тем что вот со сентября мы начать этот новый крупный крупный и амбициозный проект а какой цель и пользу принесет я думаю что он принесет огромную пользу поскольку казахстан сейчас позиционируется как мост между европой и азией и и он принесет вот очень конкретную пользу потому что если если сделать так чтобы казахстанские студенты имели возможность общаться напрямую с экспертами европейских институтов получили европейское образование я могу только напомнить о том что казахстан является член европейского пространства высшего образования с 2006 года просто мы приглашаем слишком мало казахстанских студентов мы собственно и для этого создали программы новые программы мобильности а байверн потому что мы сделать такой ну печальный вывод что во франции обучаются всего лишь 600 казахстанских казахстанских студентов и этого недостаточно нам хочется чтобы они приехали почаще побольше чтобы они общались нашей культуры чтобы французы приезжали сюда и это изначало цель проекта института сварбона казахстан это молодой проект такое прекрасное начинание а меня удивляет и поражает и восхищает ваше блестящее владение русским языком откуда вы так хорошо знаете русский язык кто вас научил и что вас вдохновило изучать именно русский язык ну спасибо вы мне льстите во первых ну так получилось случайно просто когда мне было 10 лет обрушилась берлинская стена и мама подумала что это будет не излично изучать русский язык и благодаря ей я начинал вот школе во франции в моем родном городе изучать русский язык и это мне пригодилось потому что я сегодня работаю в русскоговорящих странах и это для меня огромное удовольствие я жил в санкт-петербурге определенное время 6 лет и мне не очень приятно общаться с русскоязычными людьми с культурой и это блестящий язык великий могучий у меня осталось теперь выучить казахстанский язык это новый вызов для меня но у меня еще а вот пока что нет никаких но я думаю что через года два у меня получится мы когда с гульбахур обсуждали ваш приход на нашу программу то мы думали о том что мы вы тоже хотели поступить с арбон вот скажите этот филиал он будет базироваться в казахстане или нужно будет ездить во францию как это все будет выглядеть и как можно будет к вам поставить добро пожаловать казахстан мы с 1 июня объявляем приеме по магистерским программам и по бакалавриат это очень просто институт сарбон казахстан базируется здесь алмате и мы рассматриваем такую схему чтобы обучались всего один год алмате а потом чтобы сделать так чтобы студенты получили стипендию и второй год магистратуру учились во франции получили французский диплом а чем это будет отличаться от самого сарбона который находится во франции это может быть дешевле или как это чем это во первых дешевле там предоставляются вот в бюджетные места это тоже способ для для родителей не отпускать слишком рано детей потому что их это часто пугает это способ приобщаться и подготовиться к отъезду потому что если человек не получила базовый французский язык если он не получил достаточно знаний и понимания как у нас обучают иногда это может быть определенный культурный шок поэтому это такой промежуточное решение который вот дает возможность студентам подготовиться серьезно к обучению во франции так интересно а вот знаете что мы находимся в гостях у наша замечательная гульбера на пределос че какой бы вы хотели попробовать чай то есть вот этот который поближе светленький да хорошо скажите пожалуйста это значит любой желающий может участвовать в этой программе абай верн на возрастные категории сейчас оба и верн это программа как я говорил которая была разработана совместно с министерством образования с министерством образования и науки республики казахстан и нами эта программа которая предполагает и предлагает 90 стипендий на уровне магистратуры второго года магистратуры и 10 стипендий на уровне докторантуры мы тоже сделать такой мониторинг вот наши нашего сотрудничества с казахстанскими вузами и мы заметили что очень много соглашения пустых которые не работают до этого мы финансировали в порядке пяти и шести стипендий теперь мы мы можем кардинально изменить вот парадигму вот сотрудничество мы можем делать так чтобы эти соглашения сразу стали живыми потому что это в наших обоюдных интересах вот развивать как раз двойные дипломы интегрированные образовательные программы совместное руководство на уровне докторантуры поэтому надо надо создать конкретные условия для казахстанских студентов чтобы они могли общаться с нашей культуры с нашими вузами учиться то есть мы сейчас можем призыв до сделать в камеру друзья мы приглашаем вас куда куда мы приглашаем мы друзья у франции много денег и они нам их дают обучают как мы на основе партнерских отношений вот мы создали эту эту программу оба верно чтобы поступать во франции а вот ваша камера на нее давайте обращаться и говорит друзья друзья многоуважаемые студенты воспользуйтесь возможности которые программа оба верно вам дает для для этого надо получить пригласительное письмо от руководителя магистерской программы во франции и вся информация на сайте культур франс точка кизет вы будете иметь возможность учиться на протяжении 10 месяцев во франции и получить ежемесячную стипендию грант на уровне но в объеме 800 евро в месяц это замечательная возможность мы вас ждем в альянс францесс в комплекс франц и в генеральном консульстве франции чтобы вам помогать дальше учиться во франции у меня вопрос чему французы в первую очередь пытаются считают нужным научить своих детей и какие качества ценятся особенно в вашем обществе я думаю что то что для нас крайне важно это сделать так чтобы человек стал любопытным любознательным чтобы он учился как самому учиться чтобы он научился учиться это самое главное поэтому вот критисизм вот умение сам по себе размышлять разрабатывать гибкое мышление мышление вот все это для нас крайне важно потому что мы не не хотим создать попугаев чтобы люди повторяли наизусть то что они изучали никакого блага поэтому если я могу тоже от своего имени как сказать что что я бы хотел что моя чтобы моя дочка любила приобщалась к знаниям с удовольствием просто чтобы она она любила получить новой информации и новые знания можно спросить я не знаю французов пристрастия какие кулинарные пристрастия их много очень сложно перечислить вот какие у нас пристрастия потому что они по сути как сказать взаимно дополняют друг друге если если мы любим флагра надо обязательно другое пристрастие иметь это любить тот вино который идет к флаграму их очень много я не могу перечислить вот от бэв-богиньон до через флагра копченая лосось вот мы в основном и как казахстанский народ мы просто очень любим застолье мы это обожаем это нас объединяет кстати вот это любовь вкусные вещи это это что-то общего у казахстанского тогда скажите нам честно сколько нужно зарабатывать в месяц денег французу для того чтобы достойно комфортно жить если при этом содержать семью детей это сложный вопрос потому что какая средняя зарплата у парижанина ну вот парижанин это не средний француз есть такой момент потому что жить в париже обходит дороже чем в любом другом провинциальном городе так что можно прекрасно жить с маленькими зарплатами в провинции и качество жизни я каждый кулик свое болото хвалит но я же из южный человек я среднего города и там хорошо живут и несмотря на то что уменьши зарабатывать а вы сравнивали уровень жизни и качество жизни например вот в среднем городе франции и в алмате например да можно сравнивать и сравнение выдается очень быстро и легко потому что живется очень комфортно в алмате я всего лишь один семестр здесь так что я не знаю все все детали как средний алмате не живет но я могу и сравнивать качество жизни потому что у вас и природа рядом то что нас объединяет я жил определенное время в гренобле там горы тоже большие и в этом отношении жизни можно сравнивать я думаю что и я констатирую факт что когда приезжают французы приглашенных профессоров гости они себя очень комфортно здесь чувствует благодаря нашим прекрасным горам и и гостеприимство конечно ваше бесподобное спасибо франция славится прекрасными женщинами красивыми как при джис бордо катрин денёв софи марсо мне интересно все ли француженки так так же красивы как они и стал ли феминизм помехой для французских мужчин это сложно сказать я я бы не сказал что что все француженки похоже на обрежит бордо на катрин денёв и так далее и смотря в какой воз возраст еще и к счастью образ женщины изменилась тоже за последние годы за последние десятилетия вы упомянули о катрин денёв бордо это образ жизни который вот в прошлом у нас конечно же красивые превосходные женщины также как и в казахстане а кто сейчас икона во франции вот недавно была летиция каста у вас же вы же через какой-то период времени выбираете мариану самую красивую француженку до который является символом франции кто сейчас символ франции но это было и лентуна последняя марина марина но уже давно нет но пора же наверное давайте пора французы уснули где ваша новая марина ну я считаю что в каждой стране есть прекрасные дамы и женщины и девушки вне зависимости от национальности я в этом убежден я имел возможность жить в разных странах и я думаю что красоте нет предела европейских мужчинах говорят что они очень ну не очень вообще хорошие любовники любвеобильные мужчины скажем так вы это подтверждаете я не знаю я не пробовал вообще говорят о том что в европе такая страна и правильно что говорю что ну там вообще ничего не запрещается и можно сейчас я подумаю что можно ну что там на самом деле разрешены разные отношения но они такие открытые и ничего это не запрещается и никак не преследуется и не осуждается и например у нас конечно в казахстане все как-то немножко поскромнее но тем не менее мне кажется что что для французов любовь опять же сложный вопрос что для французов любовь любовь она опять же я думаю что она не воспринимается вот в рамках национальности поэтому есть межкультурные браки и отношения я я не могу называть вот французскую любовь я не знаю что это такое я знаю что что это чувство которое вот не не управляем и вот в этом я убил я уверен а насчет морального кодекса он существует еще как во франции так чтобы все бы разрешено чтобы все прямо было дозволено я не думаю что это так наоборот наоборот у нас очень жесткие принципы какие расскажите я не знаю вот ну как и везде я думаю верность честность не знаю умение заботиться о детях это очень важно часто случаются разводы и поскольку это наверное опять же какой-то слух до том что французские европейские мужчины они такие любвеобильные любят женщин может быть там они встречаются сразу там с несколькими и так далее то есть сейчас вы это полностью опровергаете говорите что французские мужчины очень консервативные нет и нет я не опровергаю не могу говорить и судить о французских мужчин а говоришь это мне кажется что эта ситуация можно и наблюдать везде а если говорить о лично о вас то как часто в своей жизни вы признавались любви я такой нескромный вопрос ну может быть распять как-то немного не кажется кажется что любовь можно встретить один максимум два ну один раз вот прям по-настоящему остальное это влюбленность звучит не за что обращайтесь вот знаете у меня еще такой вопрос вообще не по теме но поскольку мы говорили тут о ресторанах о кухне вот мне интересно почему не почему вернее а как европейские люди они вот могут выйти на ланч с работы с офиса сесть покушать выпить вина пару бокалов и дальше пойти работать вы скажите в чем секрет того что они вот выпили и пошли дальше работать у нас мы так не умеем делать просто вот хотелось это опять же я думаю что это немножко клише потому что большинство французов пьют воды и только на празднике как и у вас себе позволяет играть бокал вина или больше мы во время ну среди белого дня я думаю что не выпивают или это уже проблемы если человек уже приходит на работу в не в трезвом состоянии это вызовет определенный ряд вот проблем конечно просто я к чему-то спрашиваю потому что ну французский вина не самые знаменитые вы задаете тон культуре винной поэтому производите это вино французский парфюм тоже знаменит его не выпивает хотела спросить франция является самой посещаемой туристами страной и чего стоит париж тот же да с лувром эфелева башня элисейские поля перечислять можно бесконечно если выбрать одну из достопримечательностей и что вы можете порекомендовать увидеть собственными глазами только одно только одно единственное до самой самую это может быть не самое впечатляющее место и достопримечательность франции но у меня пристрастие к шато дифф в марселе потому что это связано с романом граф монте-кристо и это мое любимое произведение литературное поэтому я думаю что стоит съездить в марселе посмотреть на шато дифф это не очень красивая не но настолько насыщенный вот история что я бы сказал да шато дифф марсель это то место где узник находился в заточении да это реальная история или это выдумка это выдумка но реально существует это место и там было очень много заключенных и эдмон дантес побег совершать именно из шато дифф дантеса как такового не существовало это какой-то собирательный образ но есть и другой дантес который был убил александр сергеевич пушкин но это другой дантес но вполне возможно что что такой человек мог бы существовать но только эта задумка александр дюма гениальная задумка дюма это для меня человек который вот вы говорили о кулинаре человек который написал книгу про кулинар это рецепта александр дюма очень интересная литературная подача замечательная и вкусно когда читаешь уже слюни текут практически а мы кстати когда говорили о сарбоне а вы не уточнили вот спрашивали вас по поводу возраста если к вам захотят поступить пожилые девушки вы же тоже но нет это нормально или нет это нормально конечно любой человек может любовь просто вы стали говорить и студентах что вот они из гнездышка вылетят а если они уже давно вылетели и вопрос вот такой ваши студенты должны вводить в совершенстве французским языком или у вас есть какие-то курсы для начинающих мы мы ввели преподавание французского языка на всех уровнях бакалавриата чтобы человек уже поступив на магистратуру владел французским языком на должном уровне и у нас есть альонс францез если вы хотите усовершенствовать и изучать с нуля даже французский язык в альонс францез можно получить курсы французского языка очень доступный качестве а так любой человек может поступать мы будем рады вас даже если ему 100 лет даже если ему 100 лет а какие специальности есть и сколько это будет стоить мысли вы прям скажите сколько стоит столько или 100 ну это стоит зависимости от бака бакалавриата или и магистратуры то стоит разные суммы но это очень доступно например сколько например сколько на уровне бакалавриата у нас были в основном бюджетники потом поэтому затрудняю сказать а там это в порядке во франции учеба стоит в порядке 300 евро на уровне бакалаврии и и 500 до на уровне магистратуры но у нас есть университет партнер который но который нас приют оказывает который мы еще и входим мы являемся подразделением педагогического университета имени абая и и они могут выделить очень много стипендий с помощью министерства образования науки мы-то вспоминали одного литературного героя а есть еще замечательный кино герой который говорит смешать а взбалтывать но не смешивать как вы к этому герой относитесь сбалтывать но смешно но не смешивать я боюсь это джеймс бонд а как вы к нему относитесь и можете ли вы себя с ним ассоциировать никак никак он британец я вообще восхищаюсь от британских героев джон лукаре я тоже обожаю но балтывать нос не смешивать я я не пью мартини водка я не пью мартини водку же сбалтывать ложкой да они смешивают шекером если я правильно помню элегантный муж но вот чем-то его напоминаете вы не развить и дни как нет можете проверять да и я пью более открыто водку сауэр если говорить о коктейле как вы оцениваете его вкусы прекрасно огромное вам спасибо за то что вы к нам пришли мне очень интересно было с вами познакомиться огромного спасибо за ту миссию которую вы несете за то что вы даете возможность нашим желающим изучить францию изучить язык французский даете возможности изучить не только на основе платной но и как вы говорите бюджетной то то что вы налаживаете контакты франция казахстан за то что вы несете такую огромную миссию когда образование как открыть страну за то что вы являетесь таким красивым импозантным на самом деле вы очень похожи на джеймс бонда никак не капельки какой из них потому что их несколько без просто шон канры вы такой вы всех собрали себе да я обожаю шон канры если 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 можно выбрать в гостях проекта секреты побывал жиль мамец атташе по университетскому сотрудничеству консульства франции спасибо спасибо казахстанская медиа академия это учеба для талантливых симпатичных и харизматичных казахстанская медиа академия это уроки по технике речи искусству интервью ораторскому и актерскому мастерству это работа над голосом и стилем постановка перед телекамерами тренинги личностного роста мастер-классы со звездами это настоящие съемки и зрители которые увидят вас в настоящем телеэфире казахстанская медиа академия стань медийной личностью какие у вас самые впечатления нашим гостям не кажется что очень приятно молодой человек я просто влюбилась в него очень импозантные мне понравилось его именно миссия которую несет казахстан и франция объединения это очень такая благородная миссия алима как твои ощущения вышла бы ты замуж за такого парня кульбаху вы что я же одинокий рейнджер я даже не знаю тяжело меня взять только в резиновых перчатках то есть это герой не твоего романа а я не знаю я же но я наверное не так легко могу влюбиться мужчина как он признавался на французском языке в любви тебя не трудно что этого достаточно нет я думаю вот он же нас сегодня пригласил к себе и вот если было как мы с вами обсуждали что мы хотим поступить может быть не знаю еще поближе его узнать тогда да подумаем как будто он мне уже замуж предложил эти девушки не такие уж и доступны и брать нас нужно не приступом а измором а именно знаниями и французским языком всего самого доброго деньги-денежки блестящие или хрустящий все равно люблю вас люблю вас я